На нашем канале вы уже успели узнать много крутых способов учить английский язык Слушать любимые песни и учить по ним английские слова Смотреть фильмы и сериалы в оригинале с субтитрами Слушать подкасты и читать книги Но сегодня предлагаю поговорить еще об одном варианте Отличный способ не просто весело провести время, но еще и прокачать свой английский А пока не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео Вы смотрите Fuzzle English Stay tuned! Поехали! Вообще юмор отличный ключ к пониманию других культур, мировоззрений и языков Но перед тем, как перейти к самому юмору, давайте добавим немного теории и знаний Про стендап в России мы сегодня говорить не будем Хотя жанр активно развивается в нашей стране, это не может не радовать, конечно А уделим внимание стендап-комедии на английском В современном виде стендап появился в середине 20 века В 50-е, в 60-е годы комики начали выступать в клубах Например, в легендарном Hungry Eye в Сан-Франциско В подвале, где собиралась американская богема Битники, поэты, поп-музыканты Считается, что именно в Hungry Eye на фоне сцены была голая кирпичная стена А сейчас стендап-клуб принято представлять именно с кирпичной стеной Основной формат, в котором стендап существует в записи, это Special Special это большой сольный концерт одного комика Это может быть в форме one-liners Это короткие шутки в одну строчку Либо это stand-up routine Это авторский монолог Или импровизация перед зрителями, когда комик шутит без заготовок Шутки комики обычно пишут вместе с comedy buddy Это друг по написанию материалов Тот, кто сможет добить идею, если нужно Шутка в стендапе состоит из set-up Это вводная часть для описания ситуации В ней комик быстро вводит зрителя в курс дела А вторая часть шутки, самая главная Это punchline Дословно ударная строчка, которая и должна рассмешить аудиторию Кстати, а какой ваш любимый западный стендап-комик? Если он есть, пишите в комментариях А мы выберем самого интересного и посвятим ему отдельный выпуск Итак, начнем Первым у нас пойдет Луи Си Кейм Главный американский комик современности Звезда и автор сериала Луи Сильно повлиявший на всю современную комедию Ну, конечно, карьера немножечко у него подпортилась После недавнего скандала Если не знаете, о чем я говорю, загуглите Слово фэнсинес означает пафосность, чрезмерность Flowery это витиеватый Следующим на очереди у нас Дэйв Шапелл Пожалуй, один из самых смешных комиков, что я видела А еще он продал три своих концерта Нетфликсу за 60 миллионов долларов Так что стендап это прибыльное дело, леди и джентльмен Дэйв Шапелл Дальше у нас идет Элайза Шлезингер Мастер комедии наблюдений Наблюдает она в основном за отношениями, привычками и поведением женщин Ну и, конечно, нельзя было не упомянуть Джимми Карра Предпочитает он шутить Он рассказывает шутки, они связаны с историей, сразу предупреждаю Британский жесткий юмор, минимум эмоций и театральные паузы Physical appearance это внешность или внешний вид Comfy это укороченное от слова comfortable, удобный Ну а теперь, чтобы сегодняшний день не прошел зря Я предлагаю вам пройти на наш сайт и пройти тест на знание английского языка Оставайтесь с нами, смотрите другие видео на нашем канале С вами была Кэт, успехов в изучении английского До новых встреч, пока-пока